За долгие годы вальс на сопках Маньчжурии, написанный капельмейстером прославленного Макшанского полка Ильей Шатровым, успел стать неофициальным музыкальным символом Самары. Впервые он прозвучал на Волжской земле 24 апреля 1908 года. Военный оркестр Макшанского полка прошел бок о бок с солдатами десятки боев, оказывая моральную поддержку. В Самаре бережно хранят память о храбрости военных оркестров. Традиционный фестиваль на сопках Маньчжурии тому подтверждение. На сегодняшний день, как и в былые времена, оркестр играет не последнюю роль в повседневной жизни армии. Вообще основная задача оркестра по-прежнему остается обеспечение служебно-творческой деятельности части. У нас очень большое количество личного состава, как военнослужащих, так и гражданского персонала, для которых надо проводить и концертную деятельность, обеспечивать прохождение торжественным маршем. В частях это все присутствует. Элементарно, каждое утро мы играем государственный гимн Российской Федерации, поднимается флаг. В этом году военно-оркестровой службе вооруженных сил Российской Федерации исполнилось 102 года. Но первые упоминания о музыкантах в рядах военных относятся еще ко временам царствования Ивана Грозного. Тогда их основной задачей была подача звуковых сигналов войску в случае приближения врагов к городу. Ну и, конечно, как и современные военные оркестры, они отбивали ритм, помогающий армии двигаться синхронно. Оркестровая музыка – не единственное проявление творчества в армии. До наших дней дошло огромное количество стихов и песен, написанных военными на передовой и в окопах. Например, в Александрийском гусарском полку порядка семи офицеров писали свои стихи. Основной поэт полка – это был Владимир Александрович Петрушевский. Помимо Петрушевского в полку были такие поэты замечательные, как Гумилев. У него осталось огромное количество стихотворений, посвященных именно полку, командиру полка в том числе. Самарцам хорошо известно как и о военных подвигах Александрийских гусар, так и об их творчестве. В 1910 году они были передислоцированы в город на Волге. Большое количество стихов и песен родилось именно на фронте. Посвящались они храбрым товарищам, своему полку и, конечно, родному краю. О славном городе Самары в своих стихах гусары упоминали постоянно. Благодаря работе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» большое количество стихотворных произведений было найдено и представлено широкой публике. Творчество всегда помогало военным поднять боевой дух. Когда началась специальная военная операция, в зону боевых действий отправились и творческие коллективы для оказания моральной помощи бойцам. Самарский ансамбль «Волжские казаки» одним из первых поддержал наших военнослужащих. В местах, где они там проходят смена, отдых, ротация, там мы выступаем. Ну, ребята немножко расслабляются, правильно? Мы привозим, мы не только приезжаем с концертами, мы взьем какие-то им подарки, письма от детей, гуманитарную помощь, какие-то там сладости. Эмоциональная разгрузка у них, естественно, происходит. Вот, это чисто, как сказать, ну, любой психолог скажет, что это правильно. Просто они морально и душевно не отдыхают. Работе о гидбригад в современной России самарские документалисты посвятили фильм «Фронтовая бригада». Творчество – это неисчерпаемый источник энергии. Оно во все времена вдохновляло военнослужащих на подвиги и служило моральной поддержкой. Александра Гусева, Григорий Клешаков. События.